Библейский портал экзегет.ру представляет 30 глава книга Бытия, перевод российского библейского общества Читаю для библейского портала экзегет семейную историю Иакова Ну а что за семейная история? А вот история хитреца, который обманывает брата, обманывает отца Бежит потом от разгневанного брата, которого обманывает в свою очередь Его тесть выдает замуж за него старшую свою дочь, хотя он младшую просватал И он работает у него 14 лет, не буду уж пересказывать всего этого в деталях Предыдущая история И мы говорили о том, что это довольно странно Рассказывать такие истории про своего первопредка, про основателя израильского народа Иаков получит потом имя Израиля Но вот не зря это так Оказывается, что Господь даже через такого человека, даже через такие истории может даровать свое благословение Но посмотрим, какие побочные эффекты Итак, у него уже две жены, Ли и Рахиль лет старше Она рожает, но Иаков любит младшую Рахиль, которая пока бесплодна А Рахиль, видя, что не может родить Иакова ребенка, завидовала сестре Да я мне детей, говорила она Иакова, или я умру Но Иаков растерженно отвечал И что я Бог, который не дает себе детей Вообще-то Иаков все время пытается поправить Бога Родился младшим, хочет быть старшим и так далее И Рахиль ему эту претензию высказывает Давай поправь то, что Бог сделал Детей мне сделай Он не дает, а ты дай И Иаков Впервые осознает, что есть предел его Ну, по крайней мере, впервые мы видим из текста Что он осознает, что есть предел его поправкам Ну, а дальше обычаи, которые в древности действительно практиковался Вот Вала, моя рабыня, сказала Рахиль Живи с ней, пусть родит ребенка мне на колени Хотя бы через нее, но у меня будут дети И Рахиль отдала ему в наложнице свою рабыню Валу Иаков стал жить с Валой Та забеременела и родила ему сына Ну, соответственно, наложница, рабыня Делает для своей госпожи всю работу И рожает, как будто это работа То есть физически, естественно, вынашивает Рожает она, но это считается ребенок ее госпожи Бог рассудил нас, сказала Рахиль Он услышал мою мольбу и дал мне сына И она назвала мальчика Дан Того же корня, что и слово судить А Вала вновь забеременела Родила Якова еще одного сына Судом Божьим состязалась я с сестрой Сказала Рахиль и одолела ее И она дала мальчику имя Неффалим Тут уже трудно Как-то это понять Но, в общем, связано со словом бороться В общем-то, она еще не одолела Потому что у нее только два ребенка И то через наложницу А у старшей сестры ее четыре Тем временем Лия, подумав, что детей у нее больше не будет Отдала Якову в наложнице свою рабыню Зелфу Зелфа родила Якову сына Удача, сказала Лия, дала мальчику имя Гад Не созвучно по-русски со словом удача, а по-еврейски очень даже Зелфа родила Якову второго сына Счастье, сказала Лия, счастливый сын, зовут меня женщина И дала мальчику имя Асир Соответственно, похоже на счастье Вот начинается соревнование, да, кто родит больше сыновей Понятно, что дочери, хотя тоже желанны Но вот они лишены этого смысла умножения Потому что по отцовской линии наследуется все И, соответственно, вот тут потомство будет больше, больше, больше Имя Якова будет распространяться С дочерями так не получалось в древности Как-то раз по ружатой пшенице Руим нашел в поле мандрагоры И принес их своей матери Лии Мандрагоры это такое растение И считалось, что вроде бы оно придает какую-то вот такую силу Или притягательность, или силу для деторождения Рахиль попросил Лию Дай мне мандрагора, который нашел твой сын Мало тебе, сказала Лия, что ты у меня мужа отняла Теперь хочешь получить мандрагора, который нашел мой сын В эту ночь пообещал ей Рахиль Муж будет спать с тобой в обмен на эти мандрагоры И вот вечером, когда Яков вернулся домой Лия вышла навстречу ему и сказала Иди ко мне Я откупила тебя у сестры за мандрагоры, которую нашел мой сын В ту ночь Яков спал с Лией Вот совсем уже Он как баран, которого ведут в то стоило или в это Уже его жены его делят Так он со своим отцом обращался Он ему навязывал кого благословлять Вот его жены ему навязывают с кем спать Вот как бы он все то же самое получает Но немножко в другой форме И Господь внял ее мольбе Лииной Она вновь забеременела и родила Якова пятого сына Это сказала Лия, Бог воздает мне за то, что я делила мужа со своей рабыней Она дала сыну имя из Сахар Опять-таки созвучно слово Воздавать или выкупать Обратим внимание, что мандрагоры абсолютно ни на что не влияют То есть это заодно такая Некоторая ирония в части Вот этих вот суеверий и предрассудков Мандрагоры это вот корень, который Часто бывает похож на человека Да, то есть вот если съесть нечто похожее на человечка То и родишь человечка Да, не работает Только зря продала своего мужа Как, собственно, он первородство покупал за еду Так и здесь за какой-то афродизиак Я не знаю, за какое-то лекарственное средство Которое не действует К тому же она продала этого мужа Снова забременела Лея Родила Якова шестого сына Щедро одарил меня Бог Сказала, но уж теперь этот муж станет превозносить меня Потому что я родила ему шестерых сыновей Назвала сына Завулон Одарить, превозносить с того же корня Потом Лея родила дочь И назвала ее Диной Вот Дина уже ничего не означает По крайней мере, никак не объяснено Дочь как бы вот И не особо значима в этой ситуации Ну, потому что древнее патриархальное общество Но и о Рахиле вспомнил Бог Внял ее мольбе и сделал ее трубу плодоносной Рахиль забеременела, родила сына И сказала, Бог избавил меня от позора Она дала сыну имя Иосиф И попросила, пусть прибавит мне Господь еще одного сына Соответственно, прибавить или избавить Это вот созвучное имя Иосиф Ну вот, жены соревнуются К вопросу о том, хорошо ли иметь двух жен Ну, наверное, есть свои плюсы Но явно совершенно, что проблем тоже очень много Они друг с другом не лазят, хотя они родные сестры И Иаков себя ощущает вот в положении иногда предмета Которые передают, выторговывают И главное вот родить как можно больше Ну, а древнеизраильский читатель, конечно, обращал внимание на то Что это родоначальники племен или колен Да, то есть это вот предки разных родов Израиля Ну, пока что еще не хватает Кое-кого Кто будет потом После рождения Иосифа После рождения Иосифа Иаков сказал Лавану Позволь мне вернуться домой на родину Вместе с детьми и женами, ради которых я работал на тебя Сам ведь знаешь, сколько я на тебя работал Ну вот, он понимает, что уже надо как-то свою жизнь устраивать Хватит на Лавана работать Окажи милость, послушай, сказал ему Лаван Мне открылось, что благодаря тебе со мной благословение Господне Скажи, какую ты хочешь плату То есть 14 лет прошли, да И Лаван видит, что все хорошо идет Нужно как-то расплачиваться И пусть останется лучше со мной Да, пусть он работает на меня Это будет мне на пользу Сам знаешь, отвечал Аков Как я на тебя работал, какими при мне стали твои стада Не много было у тебя скота, когда я пришел, а теперь сколько? Вот так Господь благословил тебя с моим приходом Но на свою-то семью мне некогда работать Так скажи, какую ты хочешь плату, спросил Лаван Мне ничего от тебя не нужно, сказал Аков Я готов и дальше пасти истеричство и скот, но с одним условием Да, ничего от тебя не нужно Это, конечно, риторический прием На самом деле он предлагает дальше цену Но с одним условием Давай обойдем сегодня стада Чтобы ты забрал оттуда всех крапчатых, пятнистых и черных овец А также пятнистых и крапчатых коз А впредь такие животные будут моей платы То есть он забирает их куда-то в другое место И по идее они не должны больше рождаться Ну понятно, что животные рождаются подобными своим родителям Тогда, конечно, какая-то генетика полностью была неизвестна И мы-то знаем, что там есть доминантные, рецессивные признаки То есть пестрое животное может родиться от однотонных родителей Но тогда это было не очень понятно Вот это как бы от Бога То есть это не само по себе А впредь такие животные будут моей платой Тебе легко будет проверить мою честность А ты, если ты придешь посмотреть, что я взял себе в качестве платы И найдешь у меня козу без крапинок и пятен Или овцу, которая не будет черной Считай, что они у тебя украдены Договорились, сказал Аван Будь по-твоему Казалось бы, очень простой принцип И Лаван думает Ну, конечно, от однотонных белых животных Будут рождаться однотонные козлята и ягнята И Иаков здесь уже создает свои собственные стада Но у него уже детей много Значит, все эти мальчишки, видимо, там бегают Пасут этих коз и овец И, может быть, рабы уже какие-то начали появляться Потому что вот достаток-то растет В тот же день Лаван отобрал всех пестрых и пятнистых козлов Всех крапчатых и пятнистых То есть с белыми отметинами коз Всех черных овец Отдал их своим сыновьям И те удалились от Иакова на три дня пути Дальше Иаков будет очень хитро себя вести Как с мандрагорами, кстати Абсолютно та же самая история Иаков пас оставшийся скот Лавана Он взял свежие ветки тополя Он же не может не контролировать процесс Да, как он может контролировать Извините, спаривание скота Найдет способ Он взял свежие ветки тополя, миндали, оплата Ана содрал с них полоски коры Обнажив белую древесину Ободранные прутья он положил в паилки То есть прутья стали пестрыми Он местами там ободрал с них кору Ободранные прутья он положил в паилки Откуда пьет скот Чтобы козы смотрели на эти прутья Когда приходят пить А как раз в это время у них бывает случка Так как козы во время случки Смотрели на полосатые прутья То козлята у них рождались Пестрыми, крапчатыми и пятнистыми А овец Иаков стоял особняком И поворачивал их так Чтобы они смотрели на пестрый и черный скот Из лавановых стад И теперь у Иакова появились собственные стада И он держал их отдельно от стад лавана Когда бывала случка у крепких животных То Иаков клал прутья в паилки Чтобы у них перед глазами Чтобы они совокуплялись около этих прутьев А когда случка бывала у хилых животных Тогда он прутьев не клал Так хилый скот доставал с лаванов А крепкий Иаков Ну мы понимаем, что это полная фантастика То есть цвет животных Зависит от генетики Их, а не от того, на что они смотрят Но это обычное поверье То есть там вплоть до недавних времен Считалось, что если женщина беременная Смотрит на что-то безобразное То у нее родится безобразный ребенок А там уж совсем нельзя смотреть Допустим на изображение чернокожего Мужчина родит черненького Понятно, что это все не имеет Никого отношения к реальности Иаков этого не знал Но он хлопотун Ему надо все время действовать Ему надо все время направлять события И, наверное, в те времена считалось Что это правда работает Но как с мандрагорами, скорее всего Это просто описание того, что он делал Только усложняя себе задачу Такое бывает, что люди пытаются Все проконтролировать Хотя и без них бы это было И опять двойной мотив С одной стороны, он, как всюду в истории Иакова Он двойник, он близнец У него есть другой брат И он все время в двойных мотивах живет С одной стороны, его благословил Господь Это вполне достаточное обоснование Для того, чтобы у него все было хорошо Со скотом А с другой стороны, пестрые прутья Он клал, когда спаривался крепкий скот Сколько же надо было Заниматься этой ерундой Для того, чтобы Вот это правило строго выдерживать Но в любом случае Яков сделался настоящим богачом У него появились стадо овец и коз Рабы не рабы, верблюды и ослы Все, он готов отделяться Но это тоже будет не так просто Об этом следующая глава Субтитры создавал DimaTorzok